Девушки отдыхают И сделаю, как я уже сказал, не полноценный обзор, а первое мнение Потому что сейчас уже много людей выпускает так называемые обзоры, рецензии Хотя люди до конца игру так и не прошли на самом деле То есть не прочувствовали ни хай-энд контент, да и просто в принципе сюжетку даже до конца не дошли Но при этом пилят обзоры, мнения, оценки выставляют Я считаю это пока нельзя делать, потому что игра пока что не пройдена, не исследована полностью Вот чуть поиграем, посмотрим, а потом уже можно будет сделать и полноценный обзор А пока что первый взгляд Так вот, как я уже сказал, я очень сильно ждал третью часть Потому что я большой фанат серии Да, может быть я не залипал тысячи часов напролет Да и лицухи у меня на самом деле не было, я тогда еще пиратил Но при этом серия Борды при всей своей мультяшной графике, как люди любят называть Отпечаталась в моей душе на веки вечны Может быть, конечно, это из-за того, что я люблю такую рисовку Я люблю комиксы, мангу, аниме и так далее Но при этом всем это не отменяет того факта, что безумный мир Борды По-настоящему безумный и затягивает играть в себя Что ж, давайте начнем с чего-нибудь простого, а именно с сюжетки Которая целиком и полностью продолжается со второй части Ну, как сказать, вторая часть у нас закончилась логически, с хорошим концом Но там нам дали небольшой намек на то, что якобы по всей вселенной еще разбросаны другие хранилища Это я говорю для тех, кто, например, не помнит или вообще не знает, в чем заключается сюжет Сюжет, как раз таки, заключается в поиске хранилищ В которых могут лежать либо драгоценные сокровища, либо страшные чудовища Так вот, еще во второй части, когда мы нашли это хранилище Ключ, который открывает это хранилище, показал карту, которая как раз таки и показывает всю вселенную На которой раскиданы все хранилища, которые существуют И это дало, так сказать, затравку к третьей части Которую нам пришлось дать целых 7 лет И теперь уже главными персонажами у нас являются другие искатели хранилища Вновь прибывшие, а старые же искатели хранилища у нас, опять же, перекочевали в число неигровых персонажей То бишь, сюжетных Но зарекаться не буду, потому что пока что в сюжете я видел всего лишь двух персонажей Из второй части, которые перекочевали в третью Ну и с первых частей перекочевали Лилли, Танис, Маркус, Железяка, Элли, ну а также Мокси Который является неотъемлемым аспектом всей части Borderlands Ну и по совместительству с Эксимулом В общем, основной сюжет я спойлерить не буду, исходя из того, что я прошел уже Самое главное, что стоит сдать, это опять все крутится вокруг хранилищ Ну и основной сюжет не может быть как без главных героев, так и без злодеев А нынешними антагонистами у нас являются парочка бьюти-блогеров Которые любят транслировать все свои преступления в прямом эфире Ну а также клепать веселые нарезки из лучших моментов стрима Сказать, что они как-то более выразительные или наоборот менее выразительные, чем предыдущие антагонисты серии Нельзя, потому что игра пока что на данный момент не пройдена Но по крайней мере они пока вызывают какие-то смутные ощущения Хотя они, как и в предыдущих частях, постоянно связываются с главгероем по их интерфейсу Либо просто ведут какие-то разговоры Которые не несут никакой смысловой нагрузки Но при этом они задают атмосферу и их приятно просто послушать Под шумок, так сказать Сюжетка, конечно, хорошо, но кроме сюжетки нам завезли еще много других изменений Как минимум, графика Да, сейчас наверняка все как-то удивятся, как можно вообще изменить графику с Эд Шелдинговой рисовки Но да, ребят, графика изменилась Чтобы вы понимали, вот как графика на данный момент выглядит на низких настройках А вот как тот же кадр будет выглядеть на максимальных настройках графики Разница, конечно, заметна Над освещением поработали, с тенями как-то поэкспериментировали Опять же, уменьшили края черные, которые находятся по краям предметов То есть во второй части и в первой они были такие более жирные Третья же часть окантовка всех предметов и персонажей стала тоньше Что пошло игре на пользу Потому что картинка стала выглядеть приятнее У нас ушло много, скажем так, черных оттенков с фона И все это заменилось более яркими оттенками И если это является плюсом, то минусом пока что является оптимизация Ибо на своей системе А мою систему вы можете посмотреть в описании На ультраграфике я могу запустить только в 30 фпс Стабильный G60 я могу увидеть только на средних настройках Так что будем надеяться, что в каких-нибудь патчах оптимизацию немного подтянут Ибо тут я соглашусь с людьми Для такой рисовки Для селлшейдинговой графики Чересчур завышенные требования Чересчур завышенные Но при этом, что на максималках, что на минималках Игра смотрится все равно красиво Приблизительно минимальные настройки третьей борды Напоминают, как и максимальные настройки второй борды А вот на более хороших настройках уже нужно иметь какую-то более мощную систему Хотя вот у меня есть знакомые, которые говорят, что у них система еще более мощная, чем моя Но при этом так же самое играют на низких и средних Ну графику и стилистику мы пока что оставим Потому что это все индивидуально Кому-то нравится, кому-то не нравится Оптимизация, понятно, хреново, что не нравится всем Но вот с чем Gearbox точно не прогадали Так это со звуком Ибо звук в игре просто великолепный По сравнению со второй частью, звуки выстрелов, транспорта и взрывов преобразились просто колоссально Теперь практически любое оружие ощущается действительно как оружие Как будто ты стреляешь с чего-то действительно мощного С того, что может убить А не так, как во второй части Как будто ты стреляешь из воздушки, которую купил в каком-то детском супермаркете Так что в звуковом плане игра преобразилась просто кардинально И тут мне даже на самом деле придраться нечем Хотя нет, есть, есть один момент Я вспомнил как раз таки вот сейчас, когда говорил После вчерашнего сеанса игры Я примерно вчера провел, наверное, часов Ну не знаю, 12, наверное, в игре Пока проходил, качал второго персонажа параллельно То есть за одного я буду играть на стриме Это за Амару А второго я решил качать параллельно Так вот, пока я проходил за второго персонажа Где-то приблизительно за 12 часов У меня случился Один какой-то непонятный сбой То есть звуки пропали Но не полностью, а вот как-то вот совсем немножко Какие-то звуки, отголоски, каких-то взрывов непонятных остались Я вот вам сейчас включу, чтобы вы поняли Как видите, какие-то взрывы вдали так вот на дальнем фоне Как будто вот так вот где-то там в конце кто-то говорит Что-то там есть Но при этом случилось это, наверное, один раз Где-то, ну, часов после 8 игры Как бы сомневаюсь, что полно людей, которые могут играть столько времени Но опять же никто не отменяет тот факт, что такая проблема Может, к примеру, случиться у кого-нибудь после, к примеру, 20 минут игры Так что звук вроде как хорош Есть какая-то небольшая проблема Но о ее масштабности задумываться уже не мне Ну а теперь я уже подошел к самому, можно сказать, главному За что я и многие, наверняка, другие игроки любят борду Это зуботрабительный экшон Постоянные взрывы, стрельба Какая-то срань на экране безостановочная То есть вот в этом вся борда То есть когда идут замесы На экране створится полная дичь Ибо игра полностью направлена на безумие И тут не поменялось ровным счетом ничего И это в тот момент, когда это как раз-таки плюс Потому что серия борды как раз-таки этим и славилась Огромным количеством циферок, вылетающих из противника Непонятными пушками, которые стреляют Хер пойми как, хер пойми чем И это прикольно Но без изменений геймплей, конечно, не остался Ибо геймплей изменился в лучшую сторону Теперь у многих оружий появился еще альтернативный режим ведения огня То есть вы можете переключить свое оружие в другой тип стрельбы И получать гораздо больше профита от всего одного ствола То есть как обычно собрав 4 оружия Вы можете получить целых 8 видов стрельбы с него Это, конечно же, привнесет в игру еще больше всяких разнообразных вариантов лута Которого и так в игре просто хоть жопой жуй Теперь же вариантов оружия станет еще больше Кроме того, геймплейному аспекту еще прикрутили две новые стихии Теперь у нас, кроме того, что оружие могут стрелять огнем, молниями и коррозией Могут накладывать эффект холода и радиации Холод, понятно, замедляет противников А радиация заражает цель и наносит урон противникам, которые находятся рядом с ней О пользах радиации я пока судить не могу Ибо, ну, маловато сейчас противников, чтобы они скапливались в большие кучи И профит от этого я ощутить пока не могу А вот ледяное оружие очень сильно порадовало С кооперативной части игры игра преобразилась просто колоссально И просто невероятный плюс Вот я не знаю, насколько жирнющий плюс стоит поставить в Gearbox За то, что они сделали систему, которая подстраивает уровень ваших союзников Или ваш уровень к уровню ваших союзников То есть теперь абсолютно неважно, каким уровнем, с каким уровнем союзника вы играете Вот, к примеру, вы зашли только в игру, а ваш союзник какого-то 20-го То есть вы не будете ощущать себя ущербным Ибо мобы будут подстраиваться под каждого из союзников по-своему То есть, чтобы вы понимали Я, к примеру, на своем третьем уровне буду видеть моба 4-го уровня А мой союзник, который будет, к примеру, 16-го уровня Будет видеть моба 17-го уровня Разумеется, у этого же моба моего уровня я буду видеть свое количество ХП А мой союзник будет видеть ХП, скажем так, у моба 16-го уровня И при этом мы сможем наносить ему соизмеримый урон Как я понял, такую систему легко можно было достичь путем процентного урона Разумеется, это все скрыто от глаз пользователя Но, скорее всего, именно процентный урон оружия наносит урон мобам И это, несомненно, огромный плюс Во второй же части Борды были постоянно уже ужасные ситуации Когда один либо чувствовал себя ущербным Либо второй чувствовал себя ущербным, потому что ему не дают что-то делать Просто он бегает рядом такой И, ну, типа, пацаны, я с вами, вы пока докачаетесь до меня Ну, потом поиграем Сейчас же игра дает возможность играть всем сразу Но это не все Вторым плюсом кооперативной игры стало то, что теперь у нас разный лут То есть, какой бы ящик вы все со своей командой не открыли Каждый получит свой лут на свой уровень И никто не останется в обиде Некоторые могут сказать, что, блин, ну, почему в старой системе тоже была нормальная Типа, вот, можно было отжать, к примеру, лут у противника Кто первый прибежал, того и тапки, как говорится И я сказал, что это плюс, потому что есть и та система, и новая Ну и как, на мой взгляд, самым большим, огромным, жирнющим плюсом геймплейной составляющей игры Стало то, что теперь можно в магазине покупать патроны одним нажатием клавиши Как же меня, блядь, за**ало во второй части Открывать магазин, щелкать по каждым патронам, чтоб им, блядь, пусто было С**ка, в третьей части это просто а**но Подошел, нажал Q и пошел дальше по своим делам Великолепно, блядь, почему сразу нельзя было это сделать, х** его знает Но это великолепно Извиняюсь, немножко переразбудился, но... Это классно Ну а теперь немножко опустим градус возбуждения И поговорим о геймплейной составляющей Которая тоже не изменилась, но это является минусом А именно транспорт Ибо в третьей части транспорт как управлялся мышкой, так и управляется мышкой Я не понимаю, наверное у Gearbox какая-то своя философия Езды на автомобиле Или не знаю, может они В принципе в обычную игру играют Тоже мышкой, может они просто, ну, крутятся, поворачивают, а стреляют там на стрелочках Но система вождения осталась такой же отвратительной То есть когда транспорт следует за вашим курсором Сказать, что это хреново, это ничего не сказать Даже несмотря на то, что к транспорту докрутили огромное количество кастомизаций Разнообразные броню, шины другие Опять же новые виды транспорта Все это, конечно, круто, но ездить на нем отвратительно Блять, отвратительно Нет, это надо перезаписать Просто отвратительно Транспорт нужен просто для того, чтобы добраться от точки А до точку Б Да, как бы вы ездите на нем не так много Но как в предыдущих частях он вызывал огромный дискомфорт Так и сейчас это вызывает огромный дискомфорт Конечно, я знаю, что сейчас, может, рублю с плеча И, может, к примеру, я каких-нибудь там настроек не увидел Но, да, тогда извиняюсь Настройки я не увидел Если есть другой режим вождения То прошу прощения Если нет, то, ну, такая вот херня получается Ну что ж, в принципе, как первые эмоции свои Я рассказал достаточно много Когда уже пройдем полностью игру Пощипаем, так сказать, билды разных персонажей Ибо о персонажах я сейчас пока что тоже не заикался Потому что, ну, все персонажи, сами понимаете, разные У каждого могут быть разные билды Поэтому говорить о какой-то полезности Интересности того или другого персонажа На данный момент я не могу Пока не поиграю за них сам Но пока что эмоции от игры очень положительные А если взять расчет еще то, что в мире, скажем так Современного игростроя Когда у нас постоянно игры выходят сначала в бета-версию А потом плавно перетекают в релиз И, разумеется, все баги бета-версии Перетекают тоже в релиз Барда 3, которая вышла вот просто сразу, моментально Как гром среди ясного неба Практически без багов Да, с небольшим глюком в оптимизации Но при этом все такая же самая Зубодробительная и безумная Это все-таки говорит о том, что Все-таки остались еще разработчики Которые делают действительно годные игры И буду надеяться, что по мере прохождения барды Скажем так, планка не опустится А будет все больше и больше подыматься Но я точно могу сказать Даже несмотря на то, что там может быть Планка опустится Может быть барда там к концу игры скатится Вообще вот в гумилое говно Я теперь ни за что не забуду Битву с боссом на танцполе Это просто шикарная битва Под охрененную музыку Которая длется, разумеется, со всех сторон При этом все эти динамики Еще являются, ну скажем так Оружием босса, которое может вас убить Просто это словами не передать Просто посмотрите и послушайте Как это выглядит Продолжение следует... Так что пока что выставление оценок, так сказать Я ставлю на более полноценный обзор Но пока что ощущение от игры очень положительное И я всем советую ее попробовать Ну и на этом все, друзья Если вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И не забывайте нажимать на колокольчик Чтоб не пропускать новые видео А также стримы И играйте, ребят Только в хорошей игре Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok